Сейчас 7 утра, на улице никого, и я вам хочу кое-что рассказать. И мой рассказ будет про спут, точнее про бег. Не верьте людям, которые говорят, что бегать прикольно. Я ненавижу бег, ну, по крайней мере, первую половину дистанции. Я открыла бег для себя лет пять назад, и это поменяло мою жизнь. Бегать очень тяжело, но я все равно это делаю, и сейчас я расскажу почему. Когда я только переехала в США, то я увидела огромное количество людей, которые бегали. И бег, кстати, очень популярен здесь, но не так, конечно, как в Японии. В Японии они вообще с ума сходят по бегу. Сегодня мы привыкли к тому, что люди вокруг нас бегают и заморачиваются своим здоровьем, а в магазинах полно крутой спортивной одежды и разных гаджетов. Но так было не всегда. До 1960-х годов бегом занимались только военные спортсмены. Обычные люди в основном этого не делали. А если кто-то все же бегал по улице, то это было поводом для беспокойства. Например, в 1968 году New York Times опубликовал интересную статью о группе чудаков, которые бегали в свободное время. В те времена, когда в США прохожие видели бегущих людей, то вызывали полицию. Бег был не только социально неприемлемым занятием. Какое-то время этот спорт был формой наказания заключенных. Их заставляли бегать по беговой дорожке. В 19 веке беговые дорожки иногда использовались как форма особого строгого наказания. И приравнивалось это наказание к каторге. Когда Оскар Уальт был осужден за садомию, его тоже подвергли этому наказанию. Беговые дорожки вообще раньше использовались как источник энергии. В основном в тюрьмах, конечно. Их использовали для помола зерна. А заключенные проводили на них по три часа. Беговые дорожки тогда олицетворяли бег, то есть наказание. Все изменило в 60-х годах, когда бег стал постепенно превращаться во что-то неотъемлемое. Спасибо за это мы можем сказать Биллу Бауэрману. Легендарный тренер по бегу из университета Орегона и будущий соучредитель компании Nike написал книгу, которая стала хитом и популяризировала бег. Он говорил, что открыл бег для себя во время поездки в Новую Зеландию в 1962 году. Он был очень вдохновлен тренером по бегу из Новой Зеландии. Звали этого тренера Артур Лидьярд и этот тренер разработал программу бега по пересеченной местности. Мастерство бегунов страны поразило Бауэрмана и он стал утверждать, что бег это спорт для всех возрастов. Он буквально проповедовал, что если ты хочешь быть здоровым и потянутым, то нужно бегать. Популярность бега только росла с появлением знаменитости, например, как Стив Прифонтей. А такие компании как Nike продолжали популяризировать этот новый вид спорта. И, короче, бег стал мейнстримом, а не занятием, за которое можно было повстречаться с полицией. Почему люди бегают? Потому что это легко и приятно. Поверьте мне, нет. Первое, что нужно понять, это то, что наше тело обожает кислород. Так обожают, что мы не можем без него жить. И во время бега наш организм привыкает потреблять меньше кислорода. Вообще, как это возможно? Давайте по порядку. У нашего организма есть очень крутой механизм, который разносит кислород по всему телу. Это наша кровеносная система. Все начинается, когда мы только выходим на пробежку. Вот буквально в первые секунды. Чтобы бежать, нам нужно топливо. И наш организм начинает расщеплять молекулы АТФ. Это такие универсальные важные молекулы, которые участвуют в обмене веществ и являются источником энергии. Но этих молекул не так уж и много. Они не лежат без дела. И чтобы получить больше этих молекул, примерно через минуту бега наше тело начинает разрушать гликоген. Гликоген – это такая энергетическая система, которая состоит из глюкозы и находится в мышцах и крови. Глюкоза – это очень маленький удобный вид топлива. Он легко растворяется и проникает в клетки. Для переработки его и нужен кислород. Наше тело начинает понимать, что нужно получить больше кислорода. Сердце начинает интенсивнее качать кровь. Сосуды расширяются, тем самым остужая тело и насыщая его кислородом. И нам становится жарко и появляется отдышка. Кислородное голодание приводит к нарушению обычного порядка распада глюкозы. Минут так через 5-10, когда кислорода становится мало, наш организм такой – вау, мне не хватает энергии, мне не хватает энергии, чтобы поддерживать работу важных органов. И наше тело начинает вырабатывать молочную кислоту. Молочная кислота – это то вещество, которое помогает нам продержаться до того момента, когда начнут расщепляться для энергии ненавистные всем жиры. Именно в этот момент появляется отдышка и в мышцах появляется жжение и приходит чувство усталости. И вот это самая сложная часть бега, поэтому бег и не любят. И только примерно после 40 минут бега организм начинает сжигать жиры. В этом и есть основной плюс бега. Ну не потеря вес, хотя это и тоже, а укрепление сердца и улучшение состояния всего организма. Особенно в наше время, когда не нужно бегать за пищей, а если нам надо куда-то попасть, то мы комфортно едем на машине или общественном транспорте. И наш организм знает, что кислорода ему достаточно, а тут оп и его мало. Если мы регулярно занимаемся бегом, у нас постепенно в течение 2-4 лет начинает расти капиллярная сетка, улучшается кровообращение, а затем и работа всех мышц и внутренних органов и повышается выносливость. Именно поэтому, кстати, спортсмены часто тренируются в масках, которые ухудшают доступ к кислороду. Важный и, наверное, один из основных пунктов в списке полезных свойств бега – это антистрессовая терапия. В ходе пробежки, как правило, вот если вы правильно подобрали темп, то происходит сжигание, избытка адреналина и кортизола. И приходит вот то самое чувство эйфории. Я думаю, именно поэтому спортсмены такие счастливые. Но это чувство приходит не сразу, оно приходит, наверное, минут после 40 бега. До этого момента нужно продержаться. От бега наступает очень классное чувство. Точнее, от того, что ты завершил пробежку и от того, как, например, моё тело чувствует себя после пробежки, но не во время пробежки. Я пошла путь от человека, который не бегал вообще до того момента, что я пробежала марафон. И я вам точно могу сказать, что бег полезен для здоровья и он делает жизнь более качественной. Именно по этой причине столько людей теперь и занимаются этим видом спорта.